Здравствуйте, уважаемые зрители и подписчики канала Процветок! С вами снова я, Пашкевич Анна, и в этом видео я хотела бы озвучить 7 основных причин, по которым скручиваются листья и верхушки томатов, и разобраться, что с этим делать. Первая и самая распространенная причина, которая характерна в частности для Беларуси в данный момент, это жара, это повышение температуры. Растение, как и любой биологический организм, находит для себя пути решения вопроса, уменьшает испарительную поверхность, скручивает листву. Как правило, если это вопросы по жаре, то по мере того, как заходит солнце, листовые поверхности начинают снова возвращаться в исходное положение, и беспокоиться особо нет причин. Если растение крепкое, здоровое, с высоким иммунитетом, то с жарой оно способно справиться самостоятельно. Если вы хотите его поддержать, то контролируйте влажность почвы. Это вторая причина, по которой могут скручиваться листья. Как определить, достаточно ли влаги в почве, или все-таки необходимо уже поливать растение? Есть один такой самый, наверное, древний способ. Это взять почву в ладонь, сжать ее в кулак и распрямить. Если останется этот комок лежать, то все в порядке. Почва влажная, дополнительно проливать ее не нужно. Если почва рассыпается как пыль, то тогда вдохновляемся и начинаем поливать наши томаты. Помимо того, что необходимо контролировать влажность почвы, нужно предпринимать меры для того, чтобы ее там задерживать. Потому что растение, оно, как и любой организм, все употребляет постепенно. Самый хороший и действенный способ задержания влаги – это мульчирование. Об этом я уже говорила в своем более раннем видео, и хочу напомнить о нем и сейчас. Находите время, находите возможности и мульчируйте посадки томатов. Помимо того, что будет происходить задержание влаги в теплице, в почве, также это будет способствовать снижению температуры в самой почве. Потому что за счет мульчи устойчивое снижение температуры в почве наблюдается, так же, как и задержание влаги. Третья причина связана с жарой и связана с похолоданиями – это резкий перепад температур. Бывают такие неустойчивые погодные условия. Вроде бы с утра вышел одетый, а к вечеру уже идешь, и необходимо раздеваться практически полностью. По этой причине растения также очень быстро реагируют, начинают скручивать листовую поверхность. Если все-таки это присутствует, то необходимо действовать по листу препаратами антистрессовыми, например, на основе янтарной кислоты, янтарной кислотой из расчета 2 грамма на 10 литров воды. И не забывайте обязательно подкислять этот раствор для лучшей работы янтарной кислоты. Четвертая причина – это перекорм томатов. Очень часто мы настолько добросовестно относимся к высадке томатов в лунке, к подготовке лунок, к вынесению тех компонентов, которые мы туда помещаем. Затем мы начинаем настаивать зеленое удобрение, вносить минеральные комплексы, комплексные, биоорганические. И постоянно это делаем, и наши растения не справляются. У них просто не хватает ресурса для того, чтобы переварить всю ту пищу, которую мы им даем. Поэтому идет поджигание корневой системы и, соответственно, скручивание макушек. Как правило, это проявляется в таком интенсивном скручивании макушек. Они прямо вот скручиваются в улитку. Что делать в этом случае? Запасаться водой и проливать грунт. По мере того, как будет проливание грунта происходить, будет уходить вот этот соляной раствор в более глубокие слои, и корневая система, резосфера, она будет освобождаться от этого соляного давления, и корни будут постепенно восстанавливаться. Пятая причина – это противоположное. Четвертый – недокорм. Особенно это характерно для людей, которые напуганы таким явлением, как жирование томатов. Что необходимо помнить? Необходимо помнить, что как и перекорм, так и недокорм должны протекать по разумной методике, по выверенному пути, с чередованием корневых и листовых подкормок. Если есть необходимый с чередованием органических и минеральных, но недокармливать томаты так же опасно, как их и перекармливать. Шестая причина закручивания томатов в виде листвы макушек – это завязывание первых плодов. Как правило, когда у нас завязываются первые плоды, томаты – это, еще раз напомню, биологические объекты, они направляют все усилия на то, чтобы оставить за собой потомство, чтобы сформировать семя. И вот когда происходит завязывание первых плодов, когда растению чего-то не хватает, и оно производит отток питательных элементов именно на плоды, и, как правило, этот отток идет сверху. Поэтому и наблюдается такое вот скручивание листовых поверхностей. Поэтому, когда у нас завязываются плоды, мы также ведем разумную подкормку с акцентом на фосфорно-калийное питание и по-прежнему контролируем влагу. И седьмая причина, она пока что не распространенная, но она имеет место быть. Она проявляется в виде отмирания точки роста, утолщения точки роста и скручивания листа томатов по всему растению без возможности вернуться в исходное положение. Эта причина называется, к сожалению, новое вирусное заболевание. Пока идет изучение этого вирусного заболевания, однозначно этот новый вирус передается по семенам. В Беларуси он пока что не зарегистрирован. Известны случаи зарегистрированного вирусного заболевания на территории Российской Федерации. Поэтому, если вы видите отмирание именно точки роста, то есть макушки, и скручивание листа томата, то, наверное, стоит бить тревогу и как минимум удалять эти растения из ваших общих посадок, поносить из теплицы и сжигать. На этом у меня все. Не забывайте ставить лайки. До новых встреч на канале Процветок. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова